Нарский, Южно-Уральский государственный университет, Центр культурно-исторических исследований ЮРГУ, доклад на тему «Досоветская по форме, советская по содержанию» о двух семейных текстах эпохи позднего стилинизма. На этом компьютере есть ваша палка. Дорогие коллеги, у меня есть одна беда. Я неоднократно писал о всяком советском, но только я пытался это советское повнимательнее потрогать, оно в моих грубых руках почему-то рассыпалось. И вот с сегодняшним объектом моего исследования произошла такая же история. Если вы потом сможете мне подсказать, где в нем советское, я буду вам очень признателен. Не случайно в названии стоит вопросительный знак после «Советского по содержанию», потому что этого «Советского по содержанию», как мне кажется, там очень мало. Итак, речь пойдет о двух текстах, которые хранятся в семейном архиве моих дальних родственников. У этих текстов один автор, это Агния Ивановна Булгакова, родившаяся в 1890-м и умершая в 1975-м. Я приготовил здесь небольшую презентацию, она будет такая же размытая, как и советская в моем тексте, но, по крайней мере, мне важен этот визуальный ряд для того, чтобы как раз-таки показать, что советского на картинках тоже очень мало. Итак, Агния Ивановна Булгакова совершенно дореволюционный человек. Вот ее отец, священник Станислав Булгаков, ее мать Елизавета Попова, умершая в 1944 году в Москве. И это важная фигура, поскольку второй из текстов, в которых пойдет речь, был посвящен ее памяти. Итак, Агния Ивановна Булгакова окончила Бестужевские курсы, в 2014 году вышла замуж за польского революционера Стефана Пухальского, здесь на двух изображениях присутствует, один и с женой. Умер он в 1921 году, в октябре скоропостижно, после него осталось три улицы, названные его именем, в Твери. Ну вот, и после смерти его Агния Ивановна учительствовала, также как и до революции, и вместе с матерью воспитывала дочь. До конца своих дней она жила в семье дочери, которая в 1938 году вышла замуж за Абрама Павловича Хазалова. Ну и в 1941 году вместе с семьей дочери она уехала, была эвакуирована из Калинина в Ташкент. Вот оба текста, о которых пойдет речь, написанная между 1945 и 1953 годами. Первый текст, это такой текст мемуарно-дитактический, поскольку в нем собраны всякие забавные истории, высказывания, рисунки ее троих внуков. Первоначально она делает записи сама, затем подключает к этой работе свою дочь и ее мужа. И вот пять самодельных книжек под названием «Басины детки» сохранились в черновике и в чистовых вариантах. Эти чистовые варианты отправлялись старшей дочери Агнии Ивановны в Москву. Басины детки по той причине, что семейное имя ее дочери было «Бася». И здесь, как мне рассказывала Агния Стефанна, ее дочь, то есть вот эта самая «Бася», название родилось из другого проекта дореволюционного под названием «Еленины детки». Был такой вроде как перевод с английского, в котором мать рассказывает о собственных детях, о том, как они растут и развиваются. Это важный момент, поскольку этот проект таким образом осуществляется Агнией Ивановной Булгаковой, но со ссылкой, с цитированием дореволюционных образцов. Вот получается, что этот такой традиционный, в общем, для семейной педагогики XIX века проект, вот он вмещает вполне советское содержание. Это, пожалуй, то, что я покажу, это понемногу, что можно назвать совершенно определенно советским. Это рисунки ее внуков. На этих рисунках присутствуют танки, самолеты, битвы, Великой Отечественной войны, да, всякие взрывы и прочее, прочее. Мавзолей я, к сожалению, в «Ленинске» не нашел, искал, не нашел. Есть сочинение, которое мы, к сожалению, сейчас не сможем прочесть. Это сочинение старшей внучки Агнии Ивановны, 11-летней Эльги. Сочинение «Почему я люблю свою родину?» Это школьное сочинение, которое затем бабушка переписывает в басенной детке. Там, в общем, полный такой позднесталинистский набор клише, которыми пользовались советские дети и советские педагоги. То есть там дети безработных в капиталистических странах, которые вынуждены работать с 5-6-летнего возраста. Дети негров, цитирую, которые вынуждены лазить по помойкам. Ну и, конечно, счастливые советские дети, о которых думает товарищ Сталин в Кремле. И это, пожалуй, все, что есть в этих тетрадках, собственно, советского. Второй мемуарный текст – это воспоминания Агнии Ивановны Булгаковой о своей молодости в эти же годы написаны. И это 10 тетрадочек, которые также, продолжение сочинения, 10 тетрадочек, которые отправлялись в Москву и вернулись в архив к Басе после смерти старшей сестры-матери Ларисы. Здесь другая история. Здесь советского вообще ничего нет. В этих мемуарах присутствуют, исключительно присутствуют эпизоды из молодости Агнии Ивановны. Поездки в гости, в помещи, имения, к друзьям, к священникам. В общем, такой респектабельный, провинциальный, дореволюционный круг знакомств. Праздники рождественские, пасхальные, приезды на каникулы, походы в театр, встречи с близкими и так далее. Если бы я не знал, когда это написано, и если бы там не было, собственно, советской транскрипции, я бы сказал, что это позднеимперские тексты, где цитируется исключительно русская классика, где используется вокабуляр русской интеллигенции, которая живет на пользу общества, стремится к свету и уходит от тьмы. Значит, этот текст связан больше со смертью матери в 44-м году, Поповой, которую дети не смогли проводить в последний пункт, поскольку известие в Ташкент пришло с запозданием, оттуда вырваться было невозможно во время войны вернуться в Москву. Вот, значит, там она много пишет о своей мамочке, это плохо видно, но на многих страницах, на нескольких тетрадях первые страницы начинаются с такого венка, Траурова, который здесь сейчас плохо видно, в котором записаны даты жизни матери. Ей посвящено большинство текстов, и этот текст второй мемуары Агнии Ивановны, воспоминания о молодости, совсем не советские, они посвящены реабилитации прошлого, и там очень много сюжетов, во-первых, о ее молодости в интерьере помещичьих усадеб, в общем, о которых вспоминать в эпоху позднего сталинизма, не знаю, насколько было удобно и безопасно. И второй сюжет, который там постоянно присутствует, это покойный муж, умерший, как я уже сказал, в октябре 21-го года, и как раз в момент, когда начинается грандиозная чистка в партии, и, возможно, у него были неприятности, потому что он начинал в польской социал-демократии, и вот так вот. Таким образом, тексты свидетельствуют о том, что до советского, может, оно переплеталось с советским, но до советского было содержательно и по форме, безусловно, больше. В формировании семейной памяти активно участвует Агния Ивановна, часть, безусловно, дореволюционной, хотя она и пользуется советской лексикой. Семейная культура памяти практикуется в формуле домашней педагогики 19-го века. Семейный канон каким-то образом, конечно же, соединяет пафос культурной революции с дореволюционными стандартами культурности. Но я бы сказал, что скорее не в форме видно что-то советское, какие-то следы советского, и не в содержании этих воспоминаний, этих текстов и текстиков видно советское, а в самой, скорее, конъюнктуре возникновения вот этих версий, письменных версий и воспоминаний. Первое, что бы я отметил в качестве особенностей, это то, что Агния Ивановна Булгакова совершенно не пишет о родственниках дальше поколения родителей, то есть такая короткая память, короткая память. Связано ли это было с опасением за судьбу семьи? Не очень в этом уверен, поскольку там достаточно и без этого антисоветского всякого. И второе, на что бы я обратил внимание, это то, что коммуникация бабушки с внуками гораздо сильнее, чем коммуникация с родителями этих детей, или коммуникация между родителями и детьми. Они живут в одном помещении, очень тесная такая жизнь, как и положено большинству советских бабушек, поскольку большинство советских матерей работает, тем более, что это эвакуированная семья, и они много лет живут вообще в одном помещении, в одной комнате, и бабушка постоянно с внуками, когда через много лет они получат более приличную квартиру уже в Армении. Агния Ивановна очень обидится, когда ей предоставят собственную комнату, она скажет, ну, выселили как чумовую в отдельную комнату. Ну, в общем, я бы сказал, что у меня вообще большие проблемы, я повторяю, с тем, чтобы трактовать эти тексты как имеющие отношение непосредственно к советскому, и я полагаю, что вот такого рода тексты как раз-таки скорее являются не советскими, не только по форме, но и по содержанию, поскольку это бережное отношение к прошлому, рассматривается в данном случае автором, как традиция, которая принадлежит дореволюционной культуре и противостоит беспамятству советской политики и идеологии. Спасибо. Спасибо большое, да. Я вижу с вами руки и... У меня к вам такой вопрос. А есть ли у вас свидетельства или доказательства того, что вот этот образец Еленины Детки, с которого делался ваш источник, что это действительно образец традиционной, дореволюционной педагогики XIX века, а не новаторской модерной педагогики начала XX века? Потому что вот по моим впечатлениям в дневник наблюдений за детьми это достаточно новая вещь для рубежа XIX-начала XX веков. И в этом смысле мне кажется, что как только у вас будут как бы разведутся, разъедутся понятия дореволюционное и традиционное, очень много в вашем исследовании прояснится. То есть там много нетрадиционного, хотя и не советского. Спасибо большое. Нет, у меня нет таких доказательств. Я вам очень признателен за эту подсказочку. А неизвестно вообще какого года эти Елены Детки? Нет, я не смог их найти. Я обращался и к безрогову в надежде, что мне помогут. Нет, не найдены следы. Вполне возможно, что Бася ошиблась в названии. Может быть, там были не Елены Детки, а чьи-то ищи. А там, когда? У меня вопрос, но я не уверен, что это будет ясный мой вопрос. Это что, ну как определить то, что советский? И то, что в 40-х годах и в 50-х годах пишут с канонами XIX века, невозможно ли сказать, что это советский? Потому что невозможно говорить о политике, невозможно использовать. Эти люди, я думаю, что в других странах, в 40-х годах используют новый стиль, новые формы, новые каноны. И то, что здесь сохраняют старые, это показывает, что наоборот, это очень советский. Чтобы попробовать сохранить прошури, а не современский. Я это как комментарий воспринимаю вам? Я воспринимаю это как комментарий. Или это вопрос? А, это вопрос? Хорошо. Хорошо, значит, мы неправильно с вами. Ну да, возможно. Возможно. У меня здесь, знаете, с чем проблемы? У меня проблемы с тем, что в этих воспоминаниях на самом деле... Мне кажется, что это воспоминания, которые пишутся из желания остаться самими собой. То есть, самими собой, не в плане советского, как раз таки, самими собой в противостоянии тому советскому, которое они наблюдают. Ну, Агния Ивановна Булгакова, дочь священника, но она живет в семье с еврейским зятем. И понятно, что происходит во второй половине 40-х годов. Она с ним очень дружит, они вместе курят папиросы. Вот. И я думаю, что отчасти эти воспоминания, в которых она реабилитирует помещие усадьбы и своего покойного мужа, ну, таким косвенным образом являются желанием, ну, сохранить себя вне советского, вне позднесталинского, во всяком случае, советского контекста. Извините, у меня дома хранятся два текста. Первый текст, который я читала, мой дедушка написал. Первая фраза, родился в 12-м году в местечке Полонна, а дальше в 16 лет пошел работать на заводе. Что было в этом промежутке, мы узнали только вот перед его смертью, он 50 лет прожив с женой, никогда не рассказывал, что у них был дом, там еще что-то, да. А потом все абсолютно как в автобиографиях, при устройстве на работу, да. А дальше мы обнаружили текст, написанный его старшей сестрой, 16 лет разница, то есть не 12-й год рождения, а значит 96-й. И там все совсем по-другому. Там как раз про этот дом в Полонна, про то, как они взрослели, про пони, про круг, что-то. Ну, просто все совсем по-другому, при том, что пишут они в одни и те же годы. То есть мне кажется, что может быть здесь, хотя все это очень трудно посчитать, но если добавляется вот эта вот поколенческая какая-то разница, то может быть это тоже что-то привносит. Спасибо большое, Игорь. Да, я думаю, что поколенческая здесь вообще на первом плане. Пожилая женщина, у которой умирает мать, которую она не может проводить в последний путь, ей перед этим снится сон, как она стоит с матерью на разных берегах реки и разрушен мост. Потом получается сообщение о том, что умерла мать. потом она в это время пытается заработать пенсию. То есть где она пишет, вернее, не столько пишет, где она формулирует свои воспоминания. Она сидит в горячем цехе на одном из производств в Ташкенте. Невероятный грохот, это тоже описано в последней из ее тетрадок, это есть в тексте. И она пытается в этой ситуации каким-то образом прийти к самой себе в этих чудовищных условиях. Честно говоря, мне кажется, что мы имеем дело просто с определенной русской литературной традицией, закрепленной в памяти определенного поколения. То есть если сравнить эти же тексты с эмигрантскими текстами, написанными в те же годы, председателем Девиже Круга, я думаю, мы найдем много общего. Они все писали о потерянном идеальном мире, в котором все было хорошо, в котором он, так сказать, развивался с детства. Вопрос, является ли это принципиально... Мне не кажется, что это является принципиально советской практикой, вопрос, является ли это вообще российской практикой. Или мы можем сравнить с текстами, которые писали представители более-менее приличного общества в Европе до того же времени, до периода, например, до Первой мировой войны. Как они писали в 40-е годы об этом периоде? И я думаю, великий французский революс. Ну, великий французский революс это все-таки немножко уже больше промежуток и другие стили описания, но как универсальный язык описания, как полагается писать о своем детстве или каким образом, я думаю, что мы найдем просто общий стиль. Вопрос, действительно, насколько советское проникает в голову людей, не молодых, но это вопрос, который можно сравнить с любой эпохой. Насколько, так сказать, постсоветское проникает в голову людей, которые сложились, чей литературный стиль сложился в 60-е годы, тоже какого-то весьма относительного. Спасибо большое, Николай. Да, конечно, это литературная традиция, и литературная традиция довольно замкнутая, здесь аналогии и похожести можно найти очень много, что, в общем, и является проблемой для определения того, что здесь есть советское. Ну, искусство историка это все равно искусство различать. Мне кажется, что вот самоцензура этих людей, которые, скажем, пишут, сидя за границей и сидя в позднем Сталинском, в позднесталинском Советском Союзе, это разная цензура. Вот здесь, мне кажется, можно найти различия. А, в общем-то, да, да, люди цитируют общие образцы на самом деле. Это замкнутая, как я уже сказал, традиция со своим собственным стилем, который как раз-таки позволяет нам выйти за парадигму отношения между государством и субъектом сугубо вертикально. Здесь явно учебный процесс идет в горизонтальной плоскости. Спасибо. Мне кажется, что в совокупности комментарии Алины Плюмой и Калая Митрохина задают довольно сложный ракурс, потому что, с одной стороны, мы имеем дело в этом поколении, чьи тексты вы анализируете с постфатистрафическим созданием, причем, что на струхе является Первая мировая война. То есть, для многих европейцев жизнь до Первой мировой войны это жизнь, когда еще все было хорошо. С другой стороны, я думаю, что и Николай абсолютно прав в смысле литературных образцов, но он мне, я вам сейчас абсолютно согласен. Мне кажется, в цепи распределения этих литературных образцов искусственная очень сильная ванализация образцов традиционных, традиционных, связанных с временем детства этого человека, в том числе тогда новаторских, значит, она может свидетельствовать именно об искусственном забораживании этой ситуации, что было и у интеллигентов в Советском Союзе находящихся в состоянии противостояния окружающей земли и у иммигрантов. Значит, здесь я обращаю внимание на какой источник, как предисловие меняли Сергея Дмитриевича Урусова и его левуаром написанным в 137 году в Москве. Вот, и, значит, там есть одна фраза очень важная, что я пишу эти левуары для своих внучек, но, значит, я пока их показывать не буду, в школе вам объясняют всякую ерунду по помещущей России. Я постараюсь их инструировать в общих программах в жизни, когда они вырастут и смогут зажать язык на зубами, они должны прочитать то, что я написал. Спасибо большое. Спасибо большое. Мне кажется, здесь самое интересное то, что это обращение, вернее, не обращение, а посвящение внучкам, не детям, не правонакам, а внукам. А у него болеющие сложно отношения с детьми, но в внучку он обращался. Спасибо. У нас есть буквально полтора минуты, вы, может быть, зададите вопрос или комментарий, а Игорь уже ответит вам во время выборок. У меня, может быть, очень поспешное предположение, которое родилось слушая, в том числе, прежде всего, комментарии Ольги, не следует ли здесь учитывать и, простите, гендерную составляющую, то есть, в какой степени написанные женщинами автобиографические нарративы, они подчинялись вот той самой модели, родился в таком-то году, пошел работать на завод или ушел в Красную Армию в 16 лет. То есть, в этих случаях речь идет именно о женщине, которая рассказывает и уже находясь в преклонном возрасте, и, возможно, выйдя за рамки принятых нарратив. И ассоциация литературная, вы, наверное, читали роман Чудакова «Ложиться в главной старой ступени» и передачи памяти от дед в внуку и функционирование этой памяти. Да, спасибо. Я просто об этом писал уже, как раз об этой гендерной составляющей, не в куварах, тогда это обсудил. Я поэтому, как раз само собой разумеющийся этот сюжет без том трогать. Спасибо. Спасибо большое. И дальше.